В принципе, это подалось сюда. Она есть в электронном виде. Я, честно, старалась найти русскую версию. То есть в английском вообще ее не трудно найти. И, в принципе, я кинула... Она будет в этих слайдах. И, в общем-то, я постараюсь найти вам книжку на русском или английском языке, а лучше эту и ту. Как лучше воспринимать. Почему советую сразу начинать с английской версии? Потому что слэды. Мы все понимаем, что, в принципе, здесь будет очень много использоваться каких-то слэдовых вещей, джавовых. И, соответственно, комментарии хорошо писать сразу на английском, да? Хорошим английским. Ломан в английском упадет, но, в общем, это очень хорошая практика и потом пригодится. Идея в чем? Самая главная вещь, да? Брюс Экель? А, Рейбель? Нет. Нет, конечно, нет. Это не та философия джавы. Нет, философия джавы та. Да, мы сейчас говорим не о философии джавы. Мы говорим о... Head first. Head first, да. У Рейбель издает эту книжку. И, вообще, у них есть такая серия. Она очень фановая, она в картинках. И там, в принципе, все довольно весело и позитивно. Почему более или менее полное покрытие именно для нас, для Джава с нуля, для нашего конкретно сейчас курса. Если идти по Джава Рашу, если читать вот эту книжку и заглядывать периодически философию джавы, чисто когда у вас возникает вопрос, о боже мой, почему паблик или прайвель? Почему так? А что за способ... А что за левый джав? Да? Если возникают такие вопросы, то имеет смысл лезть в правую свою литературу и берется реки как раз по своему джаву. Вот. Опять же, все это будет в описании по лекциям. Вот. Почему я все это? Потому что, наверное, загрузили слайд. На самом деле, здесь мне интересовали не столько слайды, сколько практическая часть. Во-первых, поднимите руки, кто заглядывал на Джава Раш? Загляну. Как далеко заглянули? Три, второе. Второе, седьмое. Нет, спасибо. Ага. Я так понимаю, ПО к себе на машине установили? Да. У всех есть джаву, у всех есть дждк. У кого пока ничего нет? Хорошо. Это потому что у нас не было никакой лекции или не сложилось на неделе. Окей, поняла. Ожидается, что те, у кого ничего совсем нет, те, кто им без вальса благополучно, желательно сегодня вечером завтра-послезавтра разгонятся и, в общем, бегут огонь на всех издали, потому что, в принципе, там по началу все весело и не напряжено. Да? Да? Да. Кто-то напрягся, кому-то было сложно. Угу. Как много знаний ты же откроешь? На шаг такой у нас очень просто дико. На шаг? Да. Ну, потому что оба объекты ориентированы в языкопограммировании, и, в общем-то, переходить с одного языка на другой, в принципе, довольно несложно. Но я запинаюсь за шаг, то есть мне вот в какой-то момент реально понадобилось. Не, может быть, потом и в дальнейшем будет сложно, пока просто пошло. Ага. Но принцип, конечно, объективно один и тот же. Вот. Соответственно, как я и обещала, как мы выстроим наши лекции. То есть сначала у нас же теория, потом практика. Номинально я считала, что я зашаривала свой экран и покажу всякие разные данные. И в каких количествах сделал сегодня домашнее задание, меня интересовало как раз с чего бы нам начать и действительная длина людей. Шаг за шагом, например, по JavaRush я буду объяснять и отвечать на какие-то вопросы. Мне хотелось, чтобы у вас возникли вопросы, и у кого-то возникали. И мне даже писали, спрашивая про exception, спрашивая про private public типы. То есть что происходит, когда вначале мы видим какое-то... что происходит, то есть ах, ах, ах. Шесть. Ах, ах. Простите, пожалуйста, я ужасно однозадачная, что более журналисты считаются, что женщины должны быть многозадачными, но, собственно, не каждые отношения. Я реально фокусируюсь на одной задаче и больше не знаю, как это пойдет дальше, но пока дело будет именно так. Значит, к чему мы вообще идем? К тому, что есть небольшой экскурс даже не столько в историю языка джавы и то, как вообще джава выглядит. Собственно, хотелось бы подготовить вас как-то к написанию своих собственных программок, в чем будет состоять сложность. Вообще, если вы хотите решить какую-то задачу, будь то у вас джава раша или который вы дал вам работодатель, а вы джава инженер, вам надо сделать несколько вещей. И на самом деле эти вещи берутся из разных сфер. То есть сначала вам надо просто сесть и придумать, как вы будете эту задачу делать, решать. То есть часто перед тем, как писать какой-то код, еще до всякого кода, я говорю бумажную, рисуем бумажную. Как я вообще это вижу. Часто это никакого отношения к джаве не имеет, то есть независимости от языка. Я пишу, как бы я стала обсчитывать эту задачу. Иногда это математические задачи, когда мне надо, например, выстрелить какой-то набор объектов в каталожном порядке. То есть вам на вход приступает толпа всяческой информации, вам надо ее антифоноваться. Вот это такие очень сильные математические задачи. Надо проиграться и понять реально на бумажке, что куда идет, и во сколько проходов, как вы минимально можете это все принести в порядок, причесать по факту. Мы решили это на бумажке, пытаясь понять, как мы будем это делать, просто обтрекируясь от всего. Мы нарисовали, нам кажется, что у нас есть понимание. Дальше, то ради чего мы здесь собрались, дальше нам нужно иметь инструменты. То есть иметь возможность взять откуда-то ту, взять откуда-то те самые возможности, и есть возможность у нас джаб. То есть мы возьмем и запрограммируем то, что мы придумали абстрактно. По остроенному недугу или хорошо, то еще и продавать архитектуру. Если это не просто задачка коррозинга, возьмите и отсортируйте, да, а возьмите и сортируйте массивной количественной информацией и делайте это постоянно. Нужно оценивать объемы, нужно понимать и нарисовать, устроить архитектуру. Это следующий уровень, этим мы займемся по факту. Когда начнем писать свои игры, когда уже разделимся на какие-то группы, может быть, будем писать группы, может быть, писать каждый сам, если кто-то хочет писать что-то особо уникальное. Вот. Чего бы мне хотелось вам рассказать. Смотрите, джаба – это объектно-ориентированный язык. Соответственно, мы будем манипулировать в большом количестве объектами. И, в принципе, что интересно, чем лучше мы организуем объекты, тем проще понять, как у нас будут программы. Да, и тем более переиспользуемыми они будут. Это важно. Потому что, в принципе, можно каждый раз вновь поступающую задачу решать заново. Но в анализе мы не раз сталкивались, я не помню, как она называлась, это задача про чайник. Вот. Когда есть задача и программирование так обычно делаем. То есть, что вы будете делать, если вам надо вскипятить воду? Да, вы зальёте воду в чайник, нажмёте кнопку и вскипятите в воду. Соответственно, программирование старается по возможности все задачи сводить к ранее решённым. Если это возможно, то лучше сделать так. Ну, как запихивание слона в холодильник. Что это сделать? Чтобы запихивать слона в холодильник, выдать жирафа и положить слона. И так же закрыть дверь. Почему это оправданно? Потому что не надо писать толпу отдаточного хода. Да? То есть, мы просто... У нас есть класс жирафа, у нас есть класс слоны. И у нас есть все методы, написанные, как запихнуть животное в холодильник. Да? Соответственно, мы просто используем методы, которые запихивают животное в холодильник. И подставляем вместо слона, подставляем жирафа. Минкулимом объектом. Соответственно, когда мы определили какой-то класс объектом, животным, мы для него написали толпу разных методов. И дальше... Там нам здорово помогает жаба, у неё есть возможность наследования и прочее. Причём я расскажу чисто коснусь сегодня, чуть подальше. Ну, что хотелось бы сказать ранее. У меня есть слайды, но ориентироваться я хотела на эту книжку просто потому, что здесь довольно последовательно и интересно. По спирали излагается материал. То есть, почему он излагается по спирали? Потому что мы сразу могли что-то делать. Да? То есть, в принципе, мы можем все с вами за парты. И в течение нескольких месяцев я буду рассказывать о том, какие есть типы, какие библиотеки, какие классы и как их использовать. Это интересно, но без применения абсолютно мгновенно облетает из головы. Здесь же что происходит? Поддаётся небольшое количество материала, как мы определим примитивы и сразу привяжем к ним методы. То есть, напишем переменные и проверим, как это работает. Собственно, как мы делали в JavaRush, да? То есть, кто помнит, первое дело мы просто полмиллиона раз что сделали? Выпадили текст. Просто полмиллиона миллиардов раз. Запомнили, что print.line выведет с другой строчки, то есть переведёт калетку на новую строчку, а print не переведёт и всё одним текстом будет фигачить без пробелов. Вот, собственно, для чего мы вообще вводили текст? Это визуализация, да? То есть, мы задаём какие-то переменные и тут же смотрим, а что они вообще такое? Как это получилось? Мы же создали что-то, положили в память. Да? И без всяких манипуляций, без операций мы можем посмотреть, как это выглядит в исходном виде, да? Что занимательно? Мы можем создать объект кошка. И когда мы просто system out print.line и выведем эту кошку свежесознанную, да? То, скорее всего, это будет cat.8537.cat, да? То есть, по факту, это будет некий объект в памяти Java, да? Но, в общем, какого-то детального понимания мы из system out print.line не получим. Просто мы увидим, что он таки создался и так далее. Вот. Сразу, с самого-самого начала, вы научитесь создавать какие-то простые объекты, да? Кто какие объекты запомнил? Какого типа? Стрих. 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 Текст числа. Инг, дабл, лонг. Очень много математики. Не заметили? Инг, дабл, лонг. Откуда? Почему? Какие идеи? Почему они есть? Инг, дабл, лонг. Потому что, собственно, когда шла работа на языках программирования, они выполняли математические операции, да? То есть они что-то обсчитывали. Хотя временам какие-то очень большие информации получали на вход и обсчитывали. Математики очень были заинтересованы в этом деле. Поэтому, собственно, для каких-то таких очень-очень базовых типов, для них были созданы вот эти маленькие буквы пишущиеся. Инг, бай, дабл. Почему? Потому что они изначально примитивные. То есть самые простые типы. Вот. Что кроется за этим? На самом деле, после того, как были созданы примитивы, к ним привязали и их классы. То есть, если мы по ссылке, написав просто int число, да, мы создаем число типа int. Но если мы надеемся к intager с большой буквы и полностью, то мы тем самым можем обращаться к классу intager и в среде разработки, перейдя внутрь, посмотреть, что он вообще умеет. Он же на самом деле умеет и понимает, как складываться, как переводить, например, строчку. То есть парсит, возьмет и переведет вам строчку в число. И все бы мило, если эта строчка была, ну, на самом деле числом. Да? Если она не была числом, нам выйдет ошибка. И все, что мы увидим, это exception ошибки, потому что intager не сумел распарсить вашу строчку. Ну, то есть вы его обманули. Вот. К чему я во всем этом? А там букву задается просто как текст задается, просто заданный чат. Он же не задается как код буквы? Нет, нет, нет. Стринг, да? Стринг. Мы можем создать и отдельную букву. Есть тип чат, он тоже примитивный. Соответственно, мы можем создать одну букву а. Почему иногда эффективно, если мы будем работать с буквами, чисто с буквами, создавать тип чат. 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 Курты. 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 Чат. Почему это эффективно? Мне очень сложно, что я не показываю вам это в среде разработки. Ну, в общем, мы пофиксим. Значит, потому что, когда мы создаем что-то новое, Джаред, что происходит? Память пишется. Если вдруг мы на одну букву навешиваем тип стринг, да, то это занимает больше памяти. То есть, поэтому мы так любим, если мы точно знаем, что цифры у нас будут короткие. Ну, короткие понятия на самом деле. Кто помнит, откуда и до куда идет инфа? Ого. Минус 3567 до 3565. Ну, в общем, достаточно, в общем-то, для обработки каких-то математических операций, да? Соответственно, дальше идет дабл, на самом деле, лонгом. Потом идет дабл, и, на самом деле, тем самым мы можем сэкономить немножко себе памяти. Когда уже работаем не в вакууме, пока мы пишем сами игры, все хорошо. Хотя, честно говоря, если очень постараться, можно сделать такую утечку памяти, что мало не горит. Особенно это интересно, когда мы пишем циклы, о которых сегодня, опять же, поговорили. Так вот, можно зациклить таким способом, что у вас покрашивается вся ваша система. В принципе, можно с этим поиграться. Если кому-то время рестартоваться, все дела, можно, в общем, уронить свою систему собственными силами. Очень мило. Но он может как-то лицебол для. Может как-то лицебол для. Если очень постараться. Вот. Значит, как происходит все менеджеры? Мы создаем сами объекты. И навешиваем, объявляем им какие-то типы. Когда мы создаем объекты, нельзя просто из воздуха в Java создать что-то без типа. То есть Java ожидает, чтобы вы подумали об этом, что вы знаете примитивные типы и используете их часто тогда, когда они подходят. А также вы умеете создавать свои собственные типы. Например, котиков, слоников, жирафиков и так далее. Создавать классы и объявлять у этих классов собственно особенности данного класса. То есть, если вы создаете котика, то хорошо бы определить в нем его возможности. Поначалу мы будем создавать очень простых котиков. У них будет имя, хвост и длина хвоста. Все. В принципе, чем дальше мы работаем, тем хитрее котиков мы можем создавать. Именно так. Опять же, важно понимать, что мы котиков создаем не ради сложности, а ради того, чтобы их потом как-то использовать. Например, если у нас благая цель, мы для какой-нибудь организации, помогающей котикам, создаем программу, в которой можно будет учитывать поступающих котиков, как котики выглядят, какой длины, какой толщины, и сколько они весили на входе, когда их нам выдали голодных и глубоких. А потом, как мы их откормили, и какие мы молодцы. То есть, если мы пишем программу такого рода, то, соответственно, мы и добавляем по мере необходимости методы про котиков. В какой-то момент заказчик может прийти и сказать, Ребят, все бы хорошо, у нас котики не просто толстеют и становятся более здоровыми, а мы им еще хозяев находим. Пожалуйста, давайте вы нам еще добавите такую функциональность, как хозяин котика. И мы прямо такие, оп, на самом деле, то, что у нас есть котик, еще не говорит, что мы можем легко и хорошо создавать хозяев котиком. Потому что у хозяина есть адрес, у него есть какие-то такие параметры, которые у котика этого не было. Вот. Соответственно... Все про них друзья. Давайте. Поначалу Java Russia и, в принципе, сами по себе, мы с вами работаем с вот этими самыми простыми дипами. Кому интересно, я надеюсь, что всех потянет, заглянуть во внутрь и посмотреть, что, например, умеет тип string. Да? У него есть свой собственный класс, нам его писать не надо. Вообще, бонус Java в том, что уже очень много библиотек написано. Да? То есть, объективно работа с простыми дипами полностью описана. Да? Соответственно, строчки Java умеет сливать, разбивать, разбивать по какому-то патрону. То есть, там, через строчку раскладывать на предложение. И, в принципе, можно добавить исчезду для тех Java и работать со строчками, например, более эффективно. То же самое у нас и в том, потому что мы умеем выполнять все математические операции, выбрать степень, делить, следить за тем, чтобы деление на ноль выкидывало ошибку и так далее. Вот. Соответственно, вот первый момент, который мы все должны отразить и использовать в дальнейшем, это, что не один из объектов, который мы создаем, но это такая чистая магия. Мы пришли, сели, открыли компьютер и начали создавать. Да? Если очень хочется создавать и проводить на экран. Это очень удобно впоследствии, когда мы прогоняем нашу программу, мы можем видеть, что она посчитала. То есть, в принципе, если выкидывается какая-то просто совсем уж нелепая информация, это означает, что общет шел неверно. Да? Иногда имеет смысл ставить логер. Для нас логер сейчас это System of Google. Да? Выход на консоль. Консоль всегда видна. Кто людей уже успел посмотреть на консоль? Это вообще непонятно. Да, вот я представляю. Непонятно? Нужно лежать что-то, а он серый экран и все. Ага. Вообще… Ага. Я поняла. То есть, первое упражнение, первую часть из Javarush мы не прошли, да? Не. Ну, тут же что… Javarush. Javarush рассказывал… Javarush рассказывал… Javarush рассказывал… Javarush рассказывал как ставить IntelliJJD. Ну, там вообще, на этом уровне будет на IntelliJD. Ага. Я вам уровне это ничего не говорит. Да. Первый уровень он предлагает… Хорошо. Ага. Молодцы. Молодцы! Мне нравится настрой. Мне нравится в с Псинни году. Это хорошо. Значит, мы заглядывали туда, куда нужно. Java Rush эмулирует консоль в то место, где вы видите ваше System of Greenland. Да? По факту это эмуляция консоли. Соответственно, я так понимаю, все те, кто негодует, уже видели консоль. Я рада. Мы вполне можем сейчас пойти с вами и в идеи создать проект. Я могу вам записать видео, как в идее легко и просто создать проект. Почему я не сделала этого раньше? Потому что мы с вами, Java Rush, дойдем до этого момента. То есть, что произойдет? Мы поставим плагин, а это ровно через раз происходит со скрипом. То есть, в принципе, мне бы хотелось поставить его вместе с вами или, по крайней мере, получать от вас вопросы, почему у вас не получается. Поставить плагин. И из плагина вас не подтягивает задание сразу. Соответственно, автоматом вам создастся пакет и вся структура типично для Java. Опять, я не знаю, могу вам это показать. Что еще раз? Сегодня сделала? Нет? Смотрите. Там же все легко. Скачало все уже видно. Можно запустить и все выводится. По-хорошему все тоже очень легко. То есть, мы можем все делать. В блокноте написать Java-программу. И, соответственно, ее запустить в нашем JDK. Почему периодически так и требуется на всех каких-то таких курсах? По Java все очень просто. В среде разработки особенная идея. Очень много чего подсказывают разработчики. Да? Настолько много, что считается, что надо хардкорно и с блокнотикой, и с txt-шного файла более просто запустить самому и посмотреть, как он скомпилировался, и когда он скомпилировался, и как он запустился. Отпраздновать это. Потому что, боже мой, не сразу это произошло. Вообще не сразу. И тогда, мол, жизнь наладится, вы умеете запустить даже в самых тяжелых условиях. Да? В принципе, идея хорошая. Но мы с вами пократим на этот день или два. И, в общем, хорошо будет нам запереться в одной комнате. И героически всем на всех наших разных операционных системах таки запустить Java. Потому что JDK поставила, значит, спокойно он почувствует и запустится. Я никогда никому, у кого не запустилась. Но, в общем, это все происходит приключением. Вообще, очень здорово, что все поставили себе JDK и уже готовы к девелопу. Да? Это было обязательное условие. Собственно, сегодня, после занятия, мы поедем снова на завараж и пройдем до нужного момента. У вас скомпилится и сгенерится вся структура проекта самостоятельно. Почему? Потому что я, например, специально готовилась к лекции, поиграла с этим сама, создала свою структуру проекта. У меня уже есть привычка, я сердцею, там, пакеты, туда-сюда. Нарисовала, сделала все. Не конкретно. Плагин не встанется. Не получается. Почему? Потому что он генерит структуру папок самостоятельно. И, соответственно, эту структуру конфлитовалась моей. Удалила, поставила в чистую папку, все получилось. Вот. Специально сделано, чтобы вам не усложнять. Но, в общем, опять же, смотрите. Как я хочу, чтобы было прогадение этой лекции. Я хочу, чтобы вы закинули мне в нашу беседу запросы на видосы. Если кому-то до смерти хочется запустить из блокнота свою программулю на джаве, напишите мне. Я запишу вам видос, как из блокнота запустить свою программулю. Да? Ну, мало ли кто-то заинтересовался. Почему бы нет? Следующий пункт. Если кому-то очень-очень хочется создать свою структуру папок самостоятельно. Прям принципиальный момент. Почему самостоятельно? Чтобы моя джава понимала, что она запустится. Всегда пожалуйста. Опять же. Нам совершенно необязательно папочки создавать рубчиками. Мы что делаем? Открыли наши идеи. Сейчас. Одну секундочку. Мы найдемся. Давай, джава, хозяйка. Спасибо. Идея позволяет создавать джавового проекта самостоятельно. Соответственно, мы идем. Идея позволяет создавать джавового проекта самостоятельно. Если мы пришли в абсолютно серую идею, грустно, наверное, печально, мы смотрим. Сейчас оно включится и мы с вами создадим какой-то мастер проект. И, соответственно, в нем сможем создать папки. Это понадобится в будущем, когда мы сядем и научимся писать игры. Сейчас я просто покажу, куда с вами есть. Мы не будем с вами дать время. Почему? Потому что сегодня я еще ко всему хочу поговорить о типах, объектах. О том, что мы не можем создавать что-то воздушное. Кость без объявления того, что он хочет. Мы очень хотим уметь создавать валидные сущности, чтобы это потом работало. Да, мы смотрим, у нас ничего нет. У нас не названный проект идейный по умолчанию. У нас папочное сердце, собственно, папа, которая будет в любом нашем джавовом проекте. Соответственно, когда мы открываем кликерный файл и смотрим, что может наша идея. Соответственно, оно может создавать проект, а может импортировать проект. И, в частности, это то, что могу сказать точно. Сейчас появится виза, через который мы сможем создать нужный проект. То есть мы хотим, чтобы она положала. Мы объявим, где она у нас стоит. Одну секундочку, все интересно. Вот. Соответственно, мы можем делать маленький проект. Я очень хочу, чтобы мы нашли с вами до этого момента. Потому что маме помогает очень здорово делать проекты. И впоследствии их использовать и прокидывать всякие разные выборы. Мы хотим джавовый проект. Он по-хорошему помогает еще так же погрузить проекты, которые сделал кто-то еще. Тем самым может перекидываться проекты в последующем. Может быть, нам это понадобится, если с вами работать группами. Но сейчас я надеюсь, что серый экран вас не пугает. Я приношу свои извинения, если вас не предупредила, что вы так грустно и уныло. И вы поставите среду разработки. Она на вас не обнимет нежно и не скажет ничего хорошего. Вот это свинство. Это Hello World не даст вам написать. Это прямо потеря, потеря. В общем, после сегодняшнего занятия таких трагедий случаться не будет. А так как у нас будет небольшой перерывчик на общение персональное. Мы помним, что я открыта для общения. У меня можно писать. Я очень хочу слышать все эти вопросы. Да? И, в общем, что происходит? Мы создаем объекты не из вакуума. Мы создаем объекты, присваиваем конкретный тип. Это мы уже объяснили. Да? Чем дальше мы идем, тем больше типов мы узнаем. А еще лучше, тем больше типов мы создаем сами. В какой-то момент мы получим нескончаемую власть. Мы можем создавать себе те типы, которых мы хотим. Мы получим столько, сколько хотим. И уже можно будет создавать что-то или еще. Но кримитивными типами олеидов мы будем пользоваться всегда. Серьезно. Мы будем ставить счетчики всевозможные на, допустим, количество поступивших кошечек. Да? И всячески проходить по нашим базам данных, например, учитывая котиков, которые поступили. Мы будем давать имена котикам, имена будут флюнговые. И мы будем, соответственно, использовать все эти типы. Многие, многие другие. Вот. Дальше хотелось бы поговорить о том, как обычно устроено. Ну, вот у нас есть объект. Но их же надо куда-то поместить. Чем адекватнее мы разобьем нашу программу, тем комфортнее потом будет использовать нам самим и людям, которые будут работать вместе с нами. Часто большая программа джерловая, да? Какой-то код, какая-то функциональность пишется командой. Ну, в частности, из-за этого я уезжаю в Саратов, потому что я еду в команде. Соответственно, что происходит? Если мы пишем его все вместе, нам нужно создавать интуитивно понятные вещи, чтобы другие люди могли догадаться, где мы храним котиков. Поэтому мы создаем класс. Кэп, например. И в этот класс уже помещаем все те вещи, которые будут у нас работать в ходе. Что происходит? Есть объекты и есть методы, которые эти объекты будут использовать. Да? Методы. Часть уже запилена в джерл. Как для стринки. То, что я рассказывала. Как для инта. Как для стринки. Методы, например, складывания или читания. Это тоже методы. А есть методы, которые нужны будут нам самим. Да? Как то, например, как складывать котиков. И другие береговые методы. Для этого мы создаем класс. Сначала мы создаем просто класс котиков, а в последующем мы возьмем и отраследуем его от класса животных. Оказывается, кто-то до нас, один из наших разработчиков-коллег, уже создал класс животных. И в этом классе описано, что животное должно иметь вес, что животное должно иметь имя и многие-многие-многие другие вещи. Да? И мы заюзаем те самые методы и добишем только те, которые будут нужны нам конкретно. Которые уникальны для котиков. Единственный класс, который всегда не отхижаем, это класс Мэйли. Он, по сути, запускает всю нашу активность. То есть мы можем создать расцветвленную ветвь того класса, много-много животных, но при этом ничего не будет происходить. Если мы хотим запустить что-то на компиляцию, мы пишем такую магическую просто. Могичнее некуда команду, причем она может храниться в другом классе, но запуск все равно произойдет из вот этого класса Мэйли. Вам представьте койт, мы, стринг, скобочки. В общем, идея в чем? Идея в том, что уже под мы мы можем поместить все то, что мы хотим выполнить. А именно все наши общего. Можем помещать напрямую, а можем помещать ссылками на какие-то библиотеки. Да? То есть, по сути, смотрите, как перемещается наше понимание того, как мы работаем. и как вообще будет выглядеть наш программ. Да? Мы умеем создавать объекты. Мы знаем, куда их надо поместить. И мы знаем, что когда мы их помещаем куда-то, надо распределять таким образом, чтобы потом всем остальным было понятно. Да? То есть, по идее, начнется класс Мэйли. Он будет выполняться. Почему бы не пихнуть все внутрь? Почему бы не пихнуть? Есть такое правило. Оно не всегда выполняется. Не всегда выполняется. Когда вы это увидите... Ну, это такое нормальное, естественное человеческое желание положить все в одно место. Так будет же видно. Можно будет скролить просто пятьдесят экранов, и все будет в одном и том же месте. Пятьдесят экранов. А еще можно поиском что-то поискать. Ну, вообще же огонь, как надо. А еще круто писать строчки. Знаете, такие, которые в экран не помещаете, очень горизонтальные скроллы. У скрол появился. Да крутишь, крутишь, крутишь. Чем так все это начиналось неизвестно. Серьезно. В четвертом экране ты же понимаешь, что какая тварь ты сделала. Вот. Правило. Мы не делаем очень длинных классов. То есть, не больше четырех экранов. Потому что у нас может быть кто-то с ноутбуком. И, соответственно, вы представляете, как это будет листать. И мы не пишем код, который не помещается на экран. То есть, вот вам хочется написать systemalprintln, а потом ваше предложение. Какое-то дебазное. Которое будет написано. Ай-яй-яй, плохой человек. Не помещай сюда котиков без хвоста. Потому что этот метод никак не может обрабатывать котиков без хвоста. Нам хочется это все написать и переносить. Это принципиальный момент. Это качество хорошего кода. Соответственно, мы понимаем, что если вдруг наш класс застался каким-то страшным способом, может быть, имеет смысл его поделить. Или вынести что-то в другой класс. А именно... Ну и да. Следующее правило. В нашем самом таком постоянном базовом классе мы не мусорим. То есть, мы не пишем всю общетную информацию в нем. Просто потому, что там должно быть все просто и понятно. Так же, именуя классы... Вот смотрите. Вы пришли и такие. Я точно знаю. У меня есть задание заказчика. Вот на нашу работу с котиками. Я создал класс КЭП. Я написал в нем все необходимое. О чем мы поговорим, да? То есть, одним образом, чтобы этот класс можно было вызывать из меня. Вот. Все бы здорово, да? Я вызову его из моих. Да? Когда я захочу создавать котиков или добавлять котиков. Я вызову его из моих. Также мы, когда пишем методы внутри класса, мы пишем в нем читательные названия. Да? ААА. ААА. Вообще, какое название? Или просто АВГД. Просто это боль. Когда видишь такой класс. А что он делает? Ну, конечно. Ты кликаешь на БВГД. Хочешь в него. Смотришь, там какая-то просто зверская математика. Чуть не совсем отыграла. Ты такой, опаньки. А что здесь происходит? А он АВГД. Понимаете? Он АВГД. Он один из массы АВГД. Понимаете? А кто-то создавал следующий БВГДА. Почему? Потому что они полнобитого соревнования сидел. Очень классно. Вот. Это просто принципиальный момент. Когда будете сдавать мне задания. Мы уже выяснили, что по JavaRush мы будем идти не бесконечно долго. И давай, допустим, с него соскочим. Вот. Я искренне надеюсь, что вот такие вот классы. Очень хорошо палится вот что. Если вы нашли решение в интернете. На Stack Overflow, еще чего-то. Вам нужно было подсчитать какую-то дату, например, хитрую. С начала года до сегодня. На Stack Overflow было решение. Оно называлось АВГД. Мы его Ctrl-C, Ctrl-V мне поставили. Отослали. Моя программа работает. Ребята, ну, серьезно. Переминуйте его. Ну, палите же. Ну, серьезно. Название должно быть читабельным. GetCardData. Ооо. Или GetDataFromStartUp3Year. То есть в любом случае следите за тем, чтобы... Почему? Потому что в последующем как это выглядит? В Java очень круто можно использовать возможности классов. То есть мы пишем имя классов. Да? Точка. И после точки среда разработки идея. Текстовый файл нам не поможет. Да? После точки выделит весь список возможностей класса Кэн. Все методы, которые вы в нем написали. Да? И соответственно, в этих методах будет там... получить вес кота, засетить вес кота. Да? То есть когда вы создаете, вам по идее надо все эти вещи положить в этот объект. Соответственно, для вот таких вот объектов а-ля код мы всегда будем иметь возможность его создать и положить всю нужную информацию про него, или получить эту информацию. И они методы называем set, потому что мы хотим, чтобы это за set, и пишем, что set. А второе мы хотим назвать get, потому что все-таки увидев слово get, понимаем, что сейчас мы начнем что-то получать. По-хорошему, тем самым он увидит, что вообще можно получить от нашего года. Соответственно, если в целом рассмотреть, что мы делаем, сначала учимся создавать простые объекты. Делаем это псевдо-среде разработки, чем является заморажем. Это псевдо-среда, потому что у нас есть окно, куда мы с тобой будем, и консоль, которая позволяет нам их смотреть. Потом что мы делаем? Потом мы научаемся создавать оболочку для всего этого, класс. И обязательно собираем класс мы, потому что только так у нас все будет исполняться из него, собственно. Вот такой вот переход. Я хочу, чтобы к следующему занятию мы все умели это сделать. Да? Соответственно, всю структуру проекта для нас создала job rush. Типизация через месяц. Вообще, я ожидаю, что следующее занятие разделится у всех по-разному. Кто-то поставил TeamViewer и начнет шарить со мной краб. Я буду показывать саратов. Вы будете показывать, соответственно, код, который у вас получился. Да? А кто-то действительно дождется занятия через месяц, и мы с вами активно продолжим. Через три недели я обязательно точно дату запущу в нашем обсуждении, и все его увидят. Так? Вот. Соответственно, сейчас один вопрос. Сколько у нас времени? У меня была идея где-то в половину девятого, так как в день у нас все заканчивается, вы сложите вопросы и дайте на них ответы. Так ли много у нас вопросов? И хотим ли мы что-то спросить? Да. Папку для чузака как мы сейчас отправляем? На самом деле нет никакой вселенской проблемы. Есть всего лишь идея, что я не ставила JTK, и, соответственно, я в упор не помню. Да, у нас ставится... Что? Что это стреминарчик? Старимый типа Lockheed Java. А, сказать так. Он и Google. Хорошо, но даже дать пад это не работает хорошо для меня, я просто отвезла. Ну, может быть, просто диктовать, может, у всех есть компьютер на сети. Еще раз? Ну, у нас же есть экраны наши, собственно. Может, просто слушать. Честно говоря, да, сегодня у нас еще 15 минут до вопросов. Есть типы, есть объекты. Мы умеем его создавать. Мы знаем, куда это класть. Мы говорим о классах. Правильно? Мы знаем, какой класс все запустит. Это мои классы. Теперь мы хотим с нашими объектами уметь что-то делать. Да? То есть, это такая, не знаю, курс молодого бойца. Минимальная программа, которая нам нужна для того, чтобы что-то начать эффективно делать. Одна из самых распространенных вещей, которые мы будем использовать в очень больших количествах, это циклы. Соответственно, те циклы, которые мы будем использовать чаще всего и, соответственно, с ними мы столкнулись буквально в ближайшее время, это while и for. Что делает цикл? Цикл принимает на вход параметры и дальше выполняет какое-то действие, пока не произойдет либо определенное количество раз, которые мы задаем в самом начале, либо пока не произойдет какое-то действие. Например, пока мы не достигнем нуля. Или пока котики не кончатся, например. Или пока мы не встретим котика по имени Джек. До этого момента будет происходить действие. Или пока мы не введем какую-то информацию ручками, мы научились выводить что-то на экран. Точно так же мы умеем вводить. Кто уже пробовал что-то ввести? Куда? Смотрите. Система Африн Талант выведет нам что-то на консоли. Да? По-хорошему мы умеем из консоли ручками ввести что-то в программу. Скажу по-другому. Ну, Java позволяет это сделать. Соответственно, самые веселые циклы while, которые можно писать, это взять, задать какую-то переменную. Да? И в цикле писать. Пусть цикл работы, пока с консоли не введется команда стоп. Команда какого-то. Какую мы запормируем, такая и будет. Да? И, соответственно, не знаю, обсчитывать котиков, пока нам это не надоест, например. Или пока мы не поймем, что проект вставаниях вообще нет. И так далее. В чем идея? Обычно все-таки в наших программах эта информация происходит не извне. А мы дожидаемся на какого-то момента и останавливаемся. Но интересно уметь останавливать свою программу в какой-то момент, когда мы этого хотим. И останавливать ее с консоли введя в этот текст. Соответственно, кто-нибудь ведет заметки? К чему я это? Я так понимаю, после этого занятия, учитывая отсутствие у нас видео, а видео, конечно, очень бы хотелось, да? Помощь нам, нам нужны будут видосы от меня, правильно? Я человек очень трудолюбивый, очень трудолюбивый. И поэтому вот только то, что вы запросите, то и я сниму на видео. Мы понимаем, да? Кто-нибудь может записать сейчас, что нам нужно видео... Про клацкотиков. Окей. Видео про то, как создать клацкотиков. Видео про то, как вводить что-то с экрана. Видео про то, как создать простой проект. Создать из среды разработки. Это не самый плохой навык, потому что в дальнейшем мы так с вами будем поступать. Да? Следующее видео, которое... Это будут все короткие видосы. Я буду давать вам название просто потому, что я не вижу смысла делать загадочный голос, музыку, еще что-нибудь. Но это будут такие скучные видео. И следующее видео про то, как написать цикл. И не простой цикл, а цикл, который будет останавливаться по вводу чего-то с экрана, с консоли. Это просто обратная сторона вывода на консоль. У нас есть потоки ввода и потоки вывода. Это одна из самых базовых библиотек Java, которая написана 300 лет тому назад. И очень, на самом деле, слабо видоизменяется. За исключением того, что они стали поддерживать многопоточность в какой-то момент. Но идея в чем? Идея в том, что, соответственно, мы уже умеем все это вывести и посмотреть. Надо вещи перевести и тем самым давить холостом. Слышите, пожалуйста. Слышите, пожалуйста. Слышите, пожалуйста. Я нечестно не знаю. Да, видишь. На самом деле, обычно. Стойте, сейчас. Ну, смотря, как вы предложение сделаете. Да, если делать, то, конечно, кто-то с вами не вклад. Да, стойте, стойте. Это, конечно, не совсем все. Мне для этого нужно помогать этой вещи, чтобы я, пусть и последовательно, рассказывала вам те вещи, которые нам действительно понадобятся в цикл ухода. Да? Существуют циклы, и мы запишем видео, и в нем, кстати, понятно, как мы его описываем. По факту, что делает цикл, он принимает условия на вход и определенное количество раз, до определенного события, выполняется. Для чего нам нужна такая цикличность? Например, поступила в пункт приемки 50 котиков. Нам надо все 50 записать, да? Собственно, мы знаем, что у нас есть список из котиков, и мы записываем его. Мы заходим в цикл, и пока котики не закончатся, все о них записываем. Почему? Потому что по-хорошему мы могли бы записывать их в вашу сущность, да? Брать первого, записывай. Брать второго, записывай. Но так как операция полностью идентичная, да, совершенно идентичная, мы просто пишем, что мы хотим взять из этого списка всех котиков и полностью записать в нашу базу. Все. То, что мы и делаем, собственно, в этом методе. Соответственно, в этой функции. Соответственно, что еще хотелось сделать? Мы еще должны уметь делать что-то чуть более хитрое, чем обычно. Вот нам поступили котики, да? Еще одна вещь, которая нам точно понадобит, тяжелая функция, это условия. Условные вербления, да? Если у нас есть информация о весе котика, то мы ее записываем. Если у нас есть имя котика, мы его записываем, да? Соответственно, что происходит? В некоторых ситуациях нам на приемку пришло просто животные разные. Котики и собаки, да? И, соответственно, если это котик, то мы делаем один набор операций. А если собака, то другой. Вот это вот условное вербление будет встречаться миллиарды, миллионов раз. Постоянно. Просто постоянно. Почему? Потому что в жизни часто так получается, что у нас либо-либо, или, там, не знаю, пятьдесят, примерно, значит. Упорный человек. ЖДК мы сегодня найдем. Потому что столб, потому что... Что? Что? Ну, это вообще говорит, что есть. Да? Слушай, да, там и есть. ЖДК должен быть. Пустая страх, который с котиками. А вот у вас. В следующий раз. Именно. Здесь их. Именно, именно, именно. Очень хорошее замечание. Условное вербление хорошо еще тем, что мы можем обрабатывать какие-то гибкие ситуации, а еще хуже неприятные ситуации. Например, нам базу с котиками закрался абсолютно пустой объект. То есть, его начали инициализировать, но он наук. То есть, у него нет имени, нет веса, и это, на самом деле, нереальный котик. Так? Если мы не обработаем эту ситуацию, то что произойдет с нашей программой? Мы, значит, входим в это условное вербление. Мы смотрим, это котик? Нет. Это собачка? Нет. И пошли дальше. А потом, и пошли дальше. И главное, что это очень частые явления, когда люди не обрабатывают этот момент. Да? Ну, они проверяют все хорошие ситуации и даже не думают о плохих. Потому что, ну, это такой тип мышления, что ли, а зачем думать о плохом? Пока у нас котики и собачки, пусть все будет хорошо. И вот так вот молимся. Так делать нельзя, и это очень важно. Обработать. Напишем. Если котик, тогда тот. Если собака, то обязательно надо включить это условное вербление else. То есть, все. Мы не знаем, что за животное оно попало. Это жираф. Серьезно, это жираф. Все плохо. Мы не умеем его обрабатывать. Соответственно, должна выкинуться ошибка. Кто-то мне задавал вопрос о том, что такое EO Exceptions. Соответственно, в Java есть очень-очень-очень полезные библиотеки, называемые исключения. Exceptions. В целом Exceptions, это весь тип всевозможных плохих ситуаций. Да? Плохие ситуации бывают в момент ввода-вывода. Да? И такая библиотека называется EO Exceptions. If Input Output. Бывают Exceptions в runtime. То есть, вы что-то делали, и тут сбой программы, что-то пошло не так. Программа вам об этом сообщает. Да? В принципе, это момент, что вы будете извещены об этой плохой ситуации и сумеете ее каким-то образом обработать. То есть, мы можем ее обрабатывать вручную, мы можем просто ловить эту EO Exceptions и идти дальше. Нам ничего не мешает. То есть, по сути, мы просто будем знать об этой плохой ситуации. Соответственно, отличный был вопрос, который, собственно, помог нам в момент ветвления описать и плохие варианты развития событий тоже. Это важный момент. И это то, что, собственно, выдает у нас хороших разработчиков. То, что мы как минимум предусмотрели, что программа выплюнет ошибку. Да? Еще много лучше выплюнуть конкретное ошибку. Сказать, что ошибка ввода или ошибка объекта. Неваливный был объект. То есть, мы ожидаем животное, а там объект число. Что за животное 5? Соответственно, таким способом мы достигаем валидной работы. И, в общем, я буду очень рада, если в те программы, которые вы будете мне присылать, мы будем как минимум заботиться, что не бывает таких условных ветвей, которые «ив», «ив» и «пошли дальше». Всегда долго терялась, которая работает в ситуации, когда была немаливная ситуация. Иногда это не нужно. Но очень хорошо дополнительно обосновать мне это комментарии. Когда это может быть не нужно? Например, когда вы пишете, что если число черное, делайте это. А если не черное, то вот это. Все. Мы все рассмотрели. А до этого вы создавали набор чисел. То есть, у вас переменное число. Она принципиальное число. То есть, она не может быть чем-нибудь еще. На тот момент, например, было создано число. Соответственно, все хорошо. Но тут я ожидаю комментарии. И, соответственно, комментарии в Java. Все, кто писали System.out.create.delair, Наверное знаю, как пишется комментарий. Как? Это Java. Это Java. Да. Подожди, подожди. На самом деле, для непоглавного слушателя, в принципе, и то, и другой комментарий. Потому что это та строчка, которую программа не будет воспринимать как активный код. Да? Мы ее заэкранировали. И вот за двумя слошами может скрыться все, что угодно. Два слоша – это комментарий. Это вот та информация, которую вы хотите заэкранировать. И вот, чтобы она никак не исполнялась. Ни в том случае. Плохой вариант развития событий, когда вы начинаете экранировать код. Масштабно. Слыши везде. А вот эта строчка заработала? Нет. Слыши. Я вижу такую штуку, типа, о боже мой. А что это должно? А как? Вообще боль. Просто боль. Стараемся не экранировать все направо и налево. Вот. А вот эти вот слэш, звездочка, и потом закрывающаяся звездочка слэш – это Java. Доки. Это то, чем мы будем пользоваться, когда мы уже будем работать в проекте, будучи разработчиками, Java-разработчиками. Почему? Потому что вот такого… Это предзадание, чтобы все посмотреть? Дело в том, что мы можем из таких вот заэкранированных, таким вот конкретно способом штук, получить всю документацию по всему проекту. То есть, по-хорошему, допустим, даже идея отлично позволяет нам, ну-ка, отдай-ка мне все наши Java-доки, и у вас неожиданно сформируется вся документация по тем вещам, которые вы написали. Да? То есть, Java-док должен быть осмысленным, продуманным, его увидят все остальные. Вот эта вот тема, типа, один бог знает, как это работает. Вот. Это… Хорошо бы не помещать в друга. Доки. Вот. Хотя такое часто бывает. Вот. Вот. Когда мы взяли, заменили ужасный, ужасный метод, некрасивый, уродский, заменили чем-то вообще идеально выделенным. И вот точно значит, что это хорошо, вы запускаете, и, боже мой, все нарушится. Все очень плохо. Ну вот, часто и бывает, что, типа, не трогай, и, как бы, все будет хорошо. Не скажешь, что это очень хорошее развитие событий, но такое случается. Вот. Соответственно, да, здорово, что обратили внимание на вот такие типы комментариев. И к чему я езжу? Я ожидаю, что отправляем мне программу, вы будете для меня, потому что дальше мы разойдемся реально по заданиям, да? Все будут писать какие-то свои вещи. И для меня добавляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы я понимала, что вы в этом методе вместе делаете. Да? Это очень характерно для каких-то сложных моментов кодов. Для хирурных методов. Добавляйте комментарии. Или жалу-доки, что вообще здорово, но они будут не заходить. Конфекционисты пишут жалу-доки. Вот. Соответственно, вы можете также просить видос по поводу документации. Того, как она пишет. Уже половина почти. Всем хочется задавать вопросы? Да, а мы сейчас слово глупо уже написали. Оно разлежало? Да. Да. Продолжение следует... Да. Вене лежит, когда у меня не этим место. Серьезно? Да, проявляя. Ну, там, в централе... Да, в централе, в централе. В нотки еще один живые. Спасибо. Прямо-прямо-прямо. Окей. Какая-то будет белая ловая папа. Надеюсь, я не буду ее пользоваться. Что? Что там надо было сделать? Пэккедж. На самом деле, для чего создаются пэккеджи, потому что мы потом, впоследствии, в ней храним всевозможную информацию. По факту, весь наш код внутри одного проекта, как правило, хранится в одном пэккедже. Эти сущности мы не плодим. Называем мы это определенным способом. JavaRush, вы увидите, что они называются com.javarush.tesla. В принципе, стандартное, если это будет моё виду разработки, мы увидим, что оно будет называться, простите, ну, это будет там com, framework, что-то, что-то. Да? То есть, собственно, внутренняя структура пэккеджей через точку. То есть, у нас есть пэккедж.com, внутри папка JavaRush, и внутри этой папки контестный пункт. Так как всё это лежит в одном и том же деле, то, соответственно, видим, он будет таким вот способом. Ну, то есть, видим, вот здесь, сейчас. Создаем. А, да, и сразу классом зайдем. Создаем Java-класс? А можно только на всех источниках сообщить, где они живут? У меня. Что именно Java? На заднем фоне терминал. Хорошо. Потому что часто я её тоже не найду. Ну, он вообще напоминает. Да. Я напоминаю всем, кто хотел, открыли идеи, да, и мы этим занимаемся. Да. К сожалению. У нас есть, что будет вне рукава. Ну, у меня рукава. Какой бы класс. Так. Соответственно, всё, что мы можем увидеть наверху, сейчас у нас не импортированы никаких библиотек. Честно говоря, я бы импортнула что-нибудь. Просто посмотреть, как выглядит нейминал. Да? И, наверное, считала бы с консоли. Да. 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 Или это не забыли. Эммм. 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 Соответственно, тот самый метод нейм. Да? В чём идея? Эммм. 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 Он, собственно, и отправляется на компиляцию. Это не очень понимаете, что делать? ...Авраз. Да, наверное, сфи очень удобно. Эммм. Эмм. Да. Здесь... ...что хочется сразу вам в состудеomsчес'ить и всё сразу здесь написать, да? Когда мы задаём им, по идее, мы можем заставить его ловить каких-то скосчетч. Соответственно, вот здесь мы можем записать все эти эксепшенов, которые знает Java, и написать каким-то образом. Это не очень хорошо. Вообще гораздо лучше эксепшены обрабатывать в каждой конкретной ситуации. Но если мы знаем массово, что у нас пойдут эксепшены в парадайме, мы можем ловить их на этом табе. А если можно перевозить, пожалуйста, что такое эксепшен? Эксепшен – это то, о чем мы говорили чуть-чуть раньше, и вспомнёмся ещё не раз с этим. Причём не в самом начале. Это исключение. Это опасные ситуации, которые должны ловиться в нашей программе. Вообще, честно говоря… Окей, пожалуйста, заставь его. Ну и здесь… А что мы здесь хотим? Мы хотим ввести к лоу-ворк или к маму? Ну, вывести. Ничего не работает – подать плату. О, это же наши знакомые. Вы же доводились уже, нет? А вообще не надоело? Ну, хотелось бы так, чтобы… Что ещё раз? Здесь в идее. О, здесь в идее. Понятно. Мы просто не дошли ещё до… У меня тачпад. Ничего не меняется. Ну, просто… Как там грамотность? Я там спитаю? Или нет? Да, 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 да. Правильно я не писала каких-то отличных вещей. Вот. Соответственно, что мы делаем? Мы можем запустить… Каждый раз, когда мы написали мы, мы видим, что в принципе у нас появляется возможность его запускать, дебажить и выполнять другие функции. Например, это факторинг. Очень прикольная штука. И обязательно поиграем с вами на одном из занятий. Довольно здорово, что позволяет всегда разработать. Например, если у нас везде есть определённая сущность, и мы вдруг неожиданно резко решили заменить всё котик на собач. Профакторинг поможет в этом отношении и сделает это внутри всего вашего проекта. Что очень бонусно. Это момент, в котором не надо целиться самостоятельно. Потому что, когда начинаешь менять ручками, один из котиков непременно останется. А то и целая компания. Вот. Ну и, соответственно, все будут страдать. Соответственно, сейчас у нас появится консолька. Вот. Консоль по мнению. Сейчас посмотрим, может ли нам чего-то здесь. А то не нужно, типа, он держит экраны. Боже мой! Что нужно? С задержкой экраны. В смысле задержкой экраны? Ну, очень часто, как программы, когда ты запускаешь с консоли запускаешь. Прекрасно. Я знаю, что говорит девушка. Если запустить эту программу с консоли, то пока что сразу закроется. А-а-а! Понятно, понятно, понятно. Дело в том, что, в принципе, когда ты делаешь курсы в средней разработке, необходимости запускать что-то с консолью нет. Но это вполне можно сделать программно. Открывая консоль. Кстати, будем писать игрухи, точно будем писать в консолях. Правильно? Правильно. Соответственно, открывая консоль, надо будет заботиться о том, чтобы она не закрывалась или закрывалась автоматически. В этих джамбе это делать просто. В общем. Тогда допустимся. Ну, что еще? Соответственно, мы можем здесь что-то пописать, если хотим. Вот, в общем-то, у нас даже ниже одного импортируемого проекта, то есть импортируемого паттеджем. Если у нас уже был пласткотик, то мы могли бы импортнуть сюда, и уже начать создавать пластик. Соответственно, мы можем... В общем, смотрите. У нас есть ление этим часам 23 минут. Мы можем импортировать тем способом, каким мы хотим. Значит, может быть, у кого-то есть вопросы по прошлому домашнему заданию. Может быть, мы хотим здесь что-то поиграться. А у меня есть много вопросов. А чем эта функция? Нет, совершенно не глупый вопрос. Вот. Как вы так объясните? Парой парень. Это такой даже, в какой-то мере, филансофский вопрос. И вопрос того, как мы, в принципе, называем то действие, которое исполняем. По факту метод это... Сейчас, как грамотно сказать. Давайте начнем с функций. Функциями можно обозвать и нужно обозвать все те вещи, которые мы будем использовать. Как-то циклы. Как-то... Что бы еще такого разума привести? Лучше бы... Ну, вот. На самом деле, хитрообсет — это уже метод. Особенно, если, например, если вы хотите получить какой-то объект — это уже метод. Если вы хотите положить что-то в объект — это тоже метод. То есть, по факту, работа с объектами — это методы. Как это просто выяснить? То есть, мы завозим... Вот. У нас есть класс made. Да? По-сам-де-бе я знаю. Класс made. По-хорошему мы можем... Вот сейчас перед... Перед выводом на экран что-то посчитать. Да? Написать условное ветвление. Да? И в моем мире это условное ветвление. Функции. А если, например, мы вызовем какие-то из... Действий над котиками или действий над строчками — это будет уже метод. Я, на самом деле... Запишите это, пожалуйста, куда-нибудь. Потому что вопрос отличный. И я бы... Просто, просто посмотрела это еще раз. Да? Потому что методы и методы. Функции и функции. Это такая тема. И все инститивно понятно. А десить не могу. Очень константно. Да? А вот можно вот прям подстрочно... Сорвать, что здесь написано? А... Окей. Смотрите. Начнем с самого начала. У нас вверху небольшая такая подсказка, где нам искать то, что мы собственно создали. У нас есть пакет Hello World. Да? Часто... Это вот у нас такая очень простая ситуация, да? Когда у нас один пакет, и в нем все лежит. Да? Обычно... Что происходит? У нас есть пакет. В нем есть папка. В той папке под папкой. Да? И там лежит что-то. Соответственно, это путь, где мы можем это самое найти. Да? То есть мы заходим в SRC, в основную нашу папку. И смотрим, какие пакеты у нас созданы. И где вообще что искать. Дальше мы видим Java Talk. Java Talk, который сгенерился автоматически, когда мы создавали класс. Он знает, кто вы, и знает, когда это было. Соответственно, тем самым, эта парижная штука написала, когда и кем был создан данный класс. Очень забавная штука. Потому что вот-вот тот человек, который все испортил данный класс. Вообще, если быть честными, когда вы что-то в нем поменяете, очень неплохо добавить свою фамилию. А иногда, в особо сложных ситуациях Java Talk, мы прямо перед методом пишем, кто именно его создавал. Это хороший такой поинт. Вообще, система контроля версии. А как только у нас будет большой проект, мы начинаем использовать систему контроля версии. Которая помнит, что мы меняли, и позволяет откатить назад. Когда большой проект, система контроля версии вас выдаст. Ну, надеюсь, что кто именно это. Кто именно это залил. И, возможно, вы поислили другому, но это тоже хороший способ. Значит, вот этот Java Talk, и он написан таким вот способом. Мы понимаем, что когда мы будем генерировать Java Доки, это пойдет в ту документацию. То есть, если мы хотим сделать какой-то другой комментарий. Мы пишем, ну вот перед Flow Logger, мы можем написать какой-то комментарий. Вот нам пришло экранирование, и, соответственно, здесь мы пишем какую-то информацию. Она должна быть думчивой и адекватной. Потому что вот это часто встречается, но зачем? Никогда не понятно. Дальше. Класс, который мы создали сами. Если вы помните, мы что сделали? Мы в оппанированном пакете нажали правую кнопку мыши и сказали, хотим новый класс. Java класс. Да? Поэтому, соответственно, мы могли создавать какой-нибудь другой класс. Например, Groovy или еще что-то. Да? Эти опции были. Каждый раз, когда мы создали классы внутри нашей программы, это должно быть у одного класса. Следите за этим. Например, это самая первая из выбранной опции. Мы можем создать еще один, например. И сделать. Видите, могли и файлы, и пакеты, и так далее. Файлы пакетов для чего? Для того, чтобы наша структура соответствовала нашей задумке. Да? Иногда нам надо создавать хитрый набор пакетов. Потому что она настолько сложная архитектура, что таким образом это и генерится. Давайте еще один Java класс и без проблем назовем его OneHead. Вообще, очень неплохо было бы в нем нас создавать чего-нибудь. По идее, можно написать кота и даже написать про него чего-нибудь. Интересно. Что? Мейнфигград. Мейнфигград. Может быть чуть увеличить размер шрифта? Да, конечно. Простите. В дальнейшем отсвеченной. Сейчас. Это я помню. Отставая была особая задача. Что? Файл сейтенс. Файл сейтенс? По кодову плюсу. На хатке еще на линбусе не вспомните. Ни за что. Я просто повторяю. Могу ли я сейтенс? Так. Окей. Здесь же просто еще нажимают всевозможные кнопки. Это же вам не тач-парк. Пожалуйста. Сколько старых воспоминаний? Нет. Это нет. Это нет. Ниже. Что? Файл сейтенс. Здесь есть стили? А зачем? Почему мне? Изменить стили. Что еще раз? Эдитор. Последие стили. Ааа. Ирина. Эдит窄. Волны. Мы уже здесь. Здравия! С каким? Пласты все. Не получится. И, по-моему, он... Надо создать новый стиль наверху. Там где файл. О, боже мой. А, ну класс. Окей, окей. Что еще? Создай новую. Окей. Окей. И вуален. А, вот она что? Окей. Что? Еще поклубнее? Не-не, нет. Окей. Сейчас посмотрим. О, боже мой. Сколько наглядностей. Да. Еще один отличный бой. Приносить свои переходники. Идет за всех на все. А, все. Ну, я бы скрипну полную. Существенно. Давай. Долго. Ну, как бы я на все. Продолжение следует. Что вообще происходит? Вот мы ее все подводим. Сделай перенос в трещат, не влазь. Не влазь. Я понимаю. Или навигатор сахлит. Что? Навигатор сахлит слева. Наверное, когда там еще сумеет. Там структура неважная, поэтому мы все закрыли. Никто не включает. Видно, какая она структуровала. Что здесь происходит? Это то самое, с чем мы столкнемся. И если честно, как только вы дарили данную секцию, мы прям в 900 миллиардов, миллионов раз будем считывать из командной строки. Это есть то самое считывание. Смотрите. System.out. Как можно было определиться? System.out – это вывод чего-то на консоль. System.in – это все вообще о консоли и о потоках ввода в вывод. Здесь мы видим System.in и, кстати, можно погулять. Сейчас. Здесь есть небольшая задержка. Поэтому, когда мы переходим на какую-то определенную библиотеку. Вот. Окей. Давайте все осадим. Со всем согласимся. Вот. Это то самое джабовое, что мы всегда можем посмотреть. Джаба ничего не скрывает. Если вы потянули какую-то библиотеку, поиск какой-то буфер reader, вы можете посмотреть, что в нем есть и что он имеет. Соответственно, здесь будут все эти переменные, которые он использует. И заданные изначально по умолчанию. Будет их визабилити. То есть все правильно. Все используется только здесь. И никак иначе. Мы не можем из нее дергать эту переменную. Очень типичную для джаба внутри. Дальше мы можем видеть, соответственно, конструкторы. Каким образом он устроен. И какие ридеры мы можем создавать. Соответственно, когда мы с вами будем писать классы кошек, мы сможем с вами внимательно на это смотреть, какие необходимые и обязательные условия надо будет прописывать этим кошкам. Что происходит? Мы создаем класс кошек и хотим, чтобы кошке можно было создавать и при наличии только имени. Это один конструктор. Конструктор, собственно, создает эту конкретную сущность и описывает какие необходимые вещи мы должны там написать. Соответственно, окей. Есть ситуации, когда мы все вообще про кошку знаем. И мы можем создать также кошку с помощью конструктора, который требует имя, вес, рост, цвет, например. Все по-равильно. То есть мы задаем такой конструктор, который потребует все эти вещи. Да? И когда вы начинаете использовать все конструкторы, их особенность, они называются один в один как класс. То есть этот класс, на котором мы создали solutions, в нем конструктор обязан долгоимедийный solution. Это обязательное условие. Джоробая такая вот. Игра слов. И, в принципе, это дает нам понимание, что вот этот конкретный, вот эта штука, это конструктор. Это не метод какой-то, который мы описали. И, соответственно, он реализуется внутри, и мы даем его до этого момента обязательно. А здесь что происходит? Здесь мы написали, что мы хотим что-то считывать в консоли. И, соответственно, что мы делаем? Мы создаем строчку, которую назовем, например, нашим фильме. Что еще мне очень нравится в JavaRush и чего я хочу от вас добиться? Он, когда заставляет вас миллион раз в ахитисте Мау Принт-Плэн, он требует от вас отступы. Это очень здорово. Потому что нормальный поведительный людей просто склеивать по максимуму. Снижается шкабельная схода. Очень сильно снижается. Это очень важно. То есть, когда вы, если вы намучитесь JavaRush, просто намучитесь этим параллелами дурацкими, нелепыми, которые ничего не решают, и начнете писать так, как он клевый, у вас будет по-настоящему хороший читабельный код. Именно вот в позиции читабельности. Это важный момент, потому что вас может считать кто-то еще. Да и вы сами, если честно, через месяц будете ждать неудовлететь того человека, который так уступил. Смотрите, что же произойдет. Что? 4-5. Хватит. Да, все довольно быстро происходит. Соответственно, вот, у нас была создана сущность Inline, которая имела вот такую вот замысловательность. Вот такую вот замысловательность. Соответственно, по точкам мы можем понять, что мы можем сделать. Соответственно, если мы хотим что-то считывать, мы не раз будем это использовать. Соответственно. Так. Думаю, что-то не так. Привычка. На самом деле, не очень хорошо именовать одним или тем же способом. Давайте просто взовем его в виде, как мы это обычно и сделаем. Почему так не нажимается первым разом? Смотрите. Что происходит? Секретарный вопрос, которые очень здорово подсказывают, что ей что-то не нравится. Угадайте, что? Находим, соответственно, на значок. И смотрим. Он даже пытается подсказать, что именно вы можете сделать с этой ситуацией. В частности, в данный момент мы все сделали правильно. Все бы хорошо. То есть, мы действительно, когда мы у этого ридера, из потока, возьмем Inline, это будет строчка. То есть, здесь нет ошибки типов. Если бы я сказала, что я хочу In, то тогда была бы ошибка типов. Была бы другая ошибка. Но сейчас, видите, что он подсказывает? Он говорит, либо добавьте exception, либо поставьте перехватчик. Try catch – это перехватчик. В try мы кладем то, что мы собираемся сделать, а catch выкинет ошибку. Если то, что мы собираемся сделать, это дало невалидную ситуацию. Еще не разу это обсудим. Если что, не забываем голову. Но в чем идея? Именно поэтому можно сделать такой light-cap не очень хороший. И наверху у класса поставить перехватчик всех exception. А, точно. Что я думаю? Если мы поставим перехватчик в голову, то можно собрать. Что еще? Очень хорошо, что нет. Почему? Мне вообще это будет. А, это будет у всех. На самом деле мы договорились с видосом. Смотрите, вдруг неожиданно наше подчеркивание исчезло. Почему бы? Потому что мы вверху методи. Будь то мы, на самом деле, будь то мы или любой другой метод, мы объявили, что мы хотим переплатить вообще все exception. Exception это самый большой класс, но не все вообще. То есть он, честно говоря, здесь бы сработал либо такая же, чтобы его exception. Это было бы достаточно. Без паники. О, интересная ситуация. Смотрите. Просто exception наш класс принимал. А теперь он хочет нам добавить что-то, импортнуть наверх. Все мы видим на верху импорты? Это джавовые классы, джавовые виды по-хорошему. Да? Которые мы используем в момент исполнения. Они автодобавили самостоятельно. Это сделано за нас среда разработки. Вообще, в принципе, по-хорошему, мы должны были бы сделать это сами. Соответственно, в альтентрах он добавится автоматически. Соответственно, смотрим наверх, и мы видим, что у нас теперь три импорта. Импортнули три патриотечки. А-а-а. Вот. Что произойдет? Теперь, запустив эту программу, мы что увидим? Честно говоря, раз мы ее уже один раз запускали, мы можем запустить ее еще раз. О, где же Hello World? Нету Hello World. Паника. А на самом деле, что предусловно? Запустилась консоль. И эта консоль сидит и ждет, пока вы что-нибудь введете, он это запишет в нашу переменную имя кошки. Давайте выкредимную имя кошку. Боже мой, мы хотим вывести его. Соответственно, мы можем ввести и вывести его. Ну, что скажу. Какой-то смысл имела наше представление, соответственно. А сколько мы этих лампков не знаем? Что? Нет, непосредственно нам будет перезапуститься. Соответственно, система лампкова была этой, пишем, там пишем 5 лет. Вообще, хороший тон, обронить все это дело каким-нибудь комментариям. А почему? Потому что кто его знает? Что вы выиграли? Опять вот эта подстава вселенская, как бы что-то выводится на консоль. Серьезно? Соответственно, мы пишем, что самое минимум, что мы пишем, это что имя кошки. Вот такое. Это самое минимум. Вообще, можно добавить какую-то еще другую информацию. Ну что, правы? Там челекок появлялся. Смотрим на претенджер. Идеи? Шарик. Шарик. Вот собственно. А когда будет холлоу-бол? Смотри, смотри. И дыр по головолу, если бы мы пытались его вывести. На самом деле, мы просто вместо этого уходим на кошку. Соответственно, вот такая вот игра. Играет. 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 Играет.